Утро, час пик, микрорайон Недостоево, конечная остановка. И вроде бы все как всегда, люди, маршрутки, вот только тех, кто по привычке ждет автобус с цифрами 82, ждет разочарование. И его не будет, ни к вечеру, ни завтра. Причина банальна, у перевозчика закончился срок лицензии, пятилетний на минуточку. Хотя, в общем-то, и при действующем документе он не особо-то и баловал пассажиров. Маршрут 82 по реестру на маршруте должно быть 34 автобуса, но перевозчик на линии выпускал от 10 до 15 максимум. 15 это максимальная, наверное, цифра, которая там была, а так и меньше 10. Понятно, что коммерсант пытался выжимать максимум, чтобы автобусы уходили под завязку. Но при этом он жестко нарушал расписание, понятия интервал движения по сути не существовало. А еще этот товарищ обещал в 2019 году перейти на автобусы среднего класса. Получается, обманул? Да и к тому же сам маршрут 82 по сути морально устарел. Так говорят сегодня специалисты, отвечающие за моделирование пассажиропотока. Маршрут номер 82 на 75% дублирует автобусный маршрут номер 30, троллейбусный маршрут номер 16, а также маршруты 32 и 62. Поэтому его изменения являются целесообразными. Бреж в охвате всех микрорайонов в управлении транспорта решили закрыть через изменения в других маршрутах. Теперь и в Приокске, и в Недостоево заходят дополнительные автобусы. Так что разгонять через соцсети тему «мы не можем уехать из Недостоево» сегодня по меньшей мере глупо. ГЛОНАСС работает как часы. И эту позицию сегодня, что называется, закрывает автобус номер 55. Вот, кстати, и он. Да, он 55 пошел сразу не в полном объеме, но сейчас 10 единиц ходят регулярно и ходят добросовестно по расписанию. Что касается Октябрьского городка, заранее мы предусмотрели возможность перевозки жителей Октябрьского городка и МЕГ-завода, и КЕРАМ-завода в сторону Московского района. Мы изменили движение автобуса номер 10, который стал следовать смех завода сначала до телезавода, а затем до поселка Семчино. То жители Октябрьского городка могут воспользоваться этим автобусом с остановки автомобильный институт. Что же касается 82-го маршрута, то пусть и с пересмотром схемы, но он все же вернется в транспортную модель города. Может быть, недели через две, как только юридически заберут его у предыдущего перевозчика. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».